В Торе есть заповедь, называется «Написать свиток Торы». Оказывается, есть и такая заповедь тоже. Каждый человек должен написать свиток Торы. Есть решение, то есть ранние комментаторы, которые говорят, что эта заповедь выполняется для чего? Для того, чтобы можно было учиться. Человек может учиться, если у него есть свиток Торы. Теперь Рож говорит, что в наше время эта заповедь выполняется тем, что человек покупает книги. И не обязательно в наше время писать свиток Торы, потому что мы учим Торы, и Тора у нас находится в книгах. Но все равно каждый человек, который пишет хотя бы одну букву в Торе, он выполняет заповедь «Написать Торы», потому что без его буквы Тора бы не была кошерной для чтения. Получается, каждая отдельная буква, тот человек, который пишет, называется, как будто он написал целый свиток Торы. И поэтому это решение вопроса. Даже если не все из нас могут написать целый свиток Торы, написать одну буквочку, или как здесь, посмотрите, буквочки практически готовы. Осталось только заполнить полностью их чернилами, и тогда они будут кошерными. Видите, там внутри, если вы посмотрите хорошо, они не дописаны. То есть в тех местах, вот здесь в серединках, они не прописаны. Это для того, чтобы сравнить вот буквочки здесь, а здесь только контуры. Ну что, осталось? Здесь будут контуры. Только контуры. Эти контуры нужно заполнить, и тогда буквы станут кошерными. И тогда все эти люди, вот здесь несколько срочек, все эти люди, которые заполняют, будут называться, как будто бы они дописали Тору. Написали Тору. И это почетная тухая обязанность. На церемонии внесения свитка Торы обычно это дают тем людям, которые хотят уважить, которым хотят дать эту долю в Торе. Вот. И это называется, как будто человек выполнил заповедь написать свиток Торы. Но самое важное, да? Знаете, как звучит эта заповедь? А вы напишите себе эту песню. Напишите себе эту песню. Тора называется песня. То есть Тору прежде всего нужно петь так, чтобы была поэзия, так, чтобы это было, звучало, так сказать, в нашей жизни. В общем, мы всех поздравляем с внесением свитка Торы. Будем надеяться, что каждую достоинство написать хотя бы одну букву или вот лучше, как наши Сойферы, целую Тору. Большое спасибо. Видите, какая табличка? Здесь написано, что я пишу ради святости свитка Торы. Для святости. Да? Лешем для... Я думаю, что ради. Правильный перевод на русский. Ради. Да. Лешем или во имя. Во имя. Самый правильный перевод будет во имя святости свитка Торы. То есть у свитка Торы есть особая святость. И наше намерение написать, оно имеет значение. Поэтому специально для тех, кто будет писать эти бухлочки, стоит такая табличка. Очень правильно, что ее поставили. И каждый, кто будет это делать, сможет вот так вот правильно настроиться. Продолжение следует...